Мы опять в библиотеке, и мы сейчас посмотрим, что здесь происходит. Я тут рассказываю, как у нас в прошлый раз, где мы пока отмечали, тут были больше 100 лодочек, с потолка свисались Настя, здесь под столом был спальный мешок, в который двора залазили, тут стояла надувная рыбацкая лодка. Вы где, в контакте, тут народный? Сегодня мы, получается, сейчас открываем персональную выставку Валерия Михайловича, которая называется «Золотая рыбка». Название придумали? Валерий Михайлович. Название придумали, да, сотрудники библиотеки, Ирина Анатольевна. Да, «Золотая рыбка» почему? Кстати, это учебное пособие, там можно рассматривать монеты, чем вчера и занимались коллекционеры монет. И выясняли, почему пятирублевая монета желтого цвета. Вероятно, он что-то упустил, и такие тоже бывают. Но на самом деле Валерий Михайлович просто покрасил, видимо, все золотой краской. В четверг у нас, кстати, выступает слепой музыкант, мальчик из Москвы, композитор. Вот, сам сочиняет это изделие. Выставка шикарная. Начиналось все с маленькой работы, и потом Елену Викторовну можно было пригласить. Потому что вот эти все подрисовки, это наш местный художник Елена Викторовна Боровик делает. А Валерий Михайлович вверх уже, для Петры, по своей авторской технологии. Перед открытием выставки Валерий Михайлович провел мастер-класс по изготовлению таких картин. Весь сюжет снимала телекомпания НТС. Короткий фильм уже вышел в сеть. Посмотрите фильм по ссылочке, опубликованной на экране. Продолжение следует. Надо патентовать. Нет. И всем рассказывать. И заплетение. Мы же придумали. Если кто-то... Ой, как красиво. Юля потренировалась. Юля, снимай. Юля, снимай. Какой талант. Вы прям жемчужжен. Юля, снимай отсюда. Летела шкуна против ветра. Волна косая била борт. Обшивка корпуса гудела. И двигатель урчал, как самолет. Вот тот самый люк. Тишина. Тут было прокопано. Меняли кусок трубы. Надеюсь, теперь уже эта тема будет закрыта надолго. Давайте сегодня взглянем, с чем закончился ремонт. И что тут сделали. Ну вот новая задвижка стоит. Труба. Одна труба, другая. Надеюсь, это надолго. Вот та самая труба, что обещали нам заменить. Состояние ее вы видите. Буду поблизже снимать. Вот ее состояние трубы. Слышу, капает где-то. Ну, пока не прорвало, до последнего, как говорится, держится. Уже сталактиты. Там должны быть сталагниты. Ну, вот уже есть. Сталагниты уже появляются. Та самая куча с того самого места снимаю. Сколько времени прошло, она уже пожелтела вся, куча выросла. А убирать никто не хочет. Как раз та самая машина, о которой я хочу сказать, что вовремя все эти черные пакеты вывозили, что собирают дворники. Иначе сейчас солнце, жаркое. Два-три дня и пакеты расплавливаются. Сегодня утром разговаривал с двумя дворниками, которые девочки занимаются уборкой. Да, они своевременно все убирают. Но они же не будут таскать на мусорку туда. Потому что если эти мешки таскать, то у них времени не останется убирать. Они, конечно, правильно делают. Большие мешки выставляют вдоль дороги. Видите, стоит, да? И по идее машины, которые ездят в чистый город, должны собирать их все. Только что машина вышла, забыли завернуть сюда. Мешок останется здесь на солнце. Продолжение некоторое время он разложится. Воскресенье. 16.30. Уже два мешка лежат. 6 июля. Все больше и больше. Тротовару ходить некогда будет. Ну, как у нас говорят, брось спичку, все загорится. Уважаемый товарищ глава Нахимовского муниципального объединения, товарищ Лазарев. Я понимаю, что это висит на вашей шее. У вас денег нет. Вы подаете заявку. Подайте заявку, пожалуйста. Пора вывозить давно уже. Наша елочка растет, все благовыхает. А здесь благодаря тому, что в течение больше, чем 2-2 недели шла вода, трава зеленая, ничего не по пояс, но благодаря ей в этом году у нас орех попер, как говорится, в гору. Видно, насколько он пошел сразу уже больше метра молодые после побеги. Так что благодаря этому несчастью кому-то повезло. Иван Павлович, черепашка приплыла, а тебя нету. Чего не кормишь? Нету, а то, что вылетели fatto. Продолжение следует...